Электронные батлы Вы можете сразу в прямом эфире писать свои комментарии, задавать вопросы спикерам. Вот именно такими жестами она всегда будет и пояснять. Тема сегодняшней нашей программы, именно первого выпуска пилотного цензура в интернете. Оправдана ли блокировка сайтов у нас в Казахстане или нет? Итак, давайте приступим. Здравствуйте, интернет-пользователи. Сегодня у нас начинается новая передача. Надеюсь, она будет длинной и продолжительной. Сегодня я выступаю за позицию того, что в интернете должна быть цензура. Я хочу четко обозначить свою позицию, чтобы не было никаких неразумений. Я хочу сказать, чтобы в нашем государстве был орган, государственное, понятное же дело, который мог бы отвечать за цензуру в интернете. То есть у него были бы полномочия в любой момент закрывать сайт, в любой момент закрывать что угодно. То есть в интернете. То есть у него безграничные полномочия. Для чего это нужно? Основной момент заключается в том, что интернет – такое пространство, где очень мало ответственности. Каждый человек, ведущий блок, он значительно менее ответственный, чем любое другое СМИ. Потому что у СМИ есть юридический адрес. Там есть определенный штат журналистов, которого в любом случае мы можем найти, если кто-то сказал недостоверную информацию. И очень актуально данный вопрос состоит после тех событий, которые были уже на Узене. И на мой взгляд, это было абсолютно правильное решение закрыть Твиттер государственным органам. Почему? Потому что Твиттер, те сообщения, которые могли бы писаться в Твиттере, они не проверяются никакой информацией. То есть любой человек мог разжечь межнациональную рознь. Любой человек мог нагнать панику на, в принципе, все население Казахстана. Ни с кого не смогли взять ответственность. Мы никого не смогли бы посадить в суд. Но в случае, если будет данный орган, то мы сможем сказать, вот ты данный орган, то есть, я не знаю, там, цензурный орган, ты не досмотрел, ты не закрыл Твиттер. Из-за тебя случились межнациональные розни. Из-за тебя прорвилась кровь. Сейчас, как закрывается сайт, мы практически не знаем, кто это делает, почему они делают, или что-нибудь подобное. То есть у нас очень мало информации о том, к кому мне обратиться, то, что, допустим, закрылся данный сайт. Ну, зачастую обращаются, отказать телеком. Ну, поэтому Казахстан это провайдер. Его сложно сказать, я не знаю, это компания какой-то. То есть компания не всегда должна слушаться там. То есть когда 100 тысяч человек в Москве собираются у Кремля, они обращаются напрямую к Кремлю. Если 100 тысяч человек соберутся у компании, не знаю, Кейсел и будут требовать поднести нам тарифы, то они не обязаны слушать. Это бизнес. И Казахстан это компания. У государственного органа они обязаны служить народу. Любой орган, он должен служить народу. И поэтому, если вдруг нам не нравится, что, допустим, закрыли Твиттер, мы можем прийти и ярко выразить свою мысль тому органу. Назовем его пока цензурой. Так просто все, да? Мы сможем ярко выйти и сказать ему, мы хотим открыть Твиттер. Сейчас мы не знаем, к кому даже обратиться в эти два дня, к кому мы должны были обращаться. К Казахтелекому, либо к правительству, либо к, наверное, министру. То есть это нет конкретики. Именно конкретика появится, когда мы точно будем знать, что есть определенный орган, который делает цензурой. Очень легко написать в Твиттере убили 30 человек. Значительно сложнее приехать туда, администрация, журналисты, чтобы они пришли и проверили на самом деле. Я не могу как государство сидеть и написать, там не убили 30 человек. Правильно? Допустим, я вот сижу в Твиттере просто, мне показалось, что вот я вот с окна смотрю, мне кажется, там 300 человек лежат, я не знаю, может они спят, может они ничего делают. Я могу написать, 300 человек убито. Нет, ну... Государство должно приехать, проверить. Азамат. Закументировать. Ну, я не знаю, ну... В глазах Азамата наше государство. Давайте мы тогда теперь пригласим к своей речи Максима. Здравствуйте всем, очень приятно. Меня Азамат поражает на самом деле своим взглядом на нашу жизнь. В глазах Азамата наше государство это какое-то пустыня, доисторических времен, где есть власть, сидящая в одном конце света, и которая ничего не знает о том, что происходит в другом конце света. Мы живем в реальности, когда невозможно заблокировать все сайты. Мы живем в такой реальности, в которой человек всегда найдет информацию. Мы живем в реальности, в которой появился Викиликс, и через неделю уже было несколько тысяч клонов этого сайта. И как их не закрывать, они все равно, можно было найти всю эту информацию. Мы живем в той реальности, в которой как бы государство не захотело закрыть человеку глаза и уши, чтобы он ничего не слышал, человек все равно найдет. И дело не в том, это хорошо или плохо. Дело в том, что государство, эффективная власть, должна в этой реальности эффективно взаимодействовать, эффективно выживать. И поэтому я считаю, что цензура это не тот механизм, который должен быть свойственен эффективному государству. Государство должно общаться со своими людьми. Государство должно... Да, бывает клевета, бывают информационные потоки, лжепотоки. И это информационное поле, это называется конкуренцией на информационное поле. Если появляется ложь, я как государство должен не лениться и искать тех, кто распространяет ложь. Я должен публиковать правду. Я должен рассказывать людям, как оно на самом деле, доказывать. И когда человек будет видеть то, что мое государство не просто молчит и говорит, да вы все говорите ложь, но я вам не скажу правду, просто поверьте мне. Когда люди увидят то, что государство доказывает, доказывает свою правоту, когда у человека будет возможность сравнить два взглядных информации, то он обязательно склонится к правильной, к точке зрения, скорее всего, государства. Вот тот же с Жан-Аузенем, мне очень, пример очень хороший, когда государство, я не считаю, что была правильная блокировка Твиттера. Есть Жан-Аузен, блокировали Твиттер. Кто блокировал? Государство. Ага, значит, государство там что-то натворило, и им стыдно узнать правду. Понимаете, у человека, когда кто-то у человека что-то отнимает, возможность читать информацию, возможность что-то узнавать, сразу врагом становится тот, кто у человека что-то решает. И тут появляется добрый дяденька, который живет на деньги Госдепа США, говорит, тебя обманывают, тебе не дают правду, дай-ка я тебе сейчас все расскажу. И, конечно, вы поверите такому человеку, секундочку, а этот человек вам наплетет что угодно. Проблема в том, что государство себя повело так, государство себя повело так, не в принципе в политике, не в том, что оно неправильно экономические реформы проводит, а просто государство испугалось, испугалось оказать доверие своим гражданам, оказать доверие, в котором граждане смогут оценить информацию, смогут сами подумать и склониться, принять решение. И вот мне кажется, это неправильная позиция государства. Мне кажется, то, что государство должно все-таки доверять своим гражданам. Опять-таки же, я завершаю уже свою речь, я опять-таки же хочу сказать, я не буду сейчас говорить, хорошо это или плохо, когда государство управляет своими гражданами, когда у людей есть право голоса или нет права голоса. Есть много теорий на тему того, что демократия – это ложь, обман, но это, к сожалению, та реальность, в которую сейчас человечество входит. И сейчас перед нами стоит вопрос о том, мы будем жить в этой реальности эффективно или нет. Если мы стараемся сохранить, законсервировать себя, то у нас ничего не выйдет, потому что информационные потоки свободы, она все равно разрушит наше государство. Поэтому государство должно подстраиваться под новые условия и вести себя как эффективный менеджер. Там, Азамат, к тебе вопрос от доставности 13-17 был. То есть про блокировку. Ты говоришь, что нужно создать определенное учреждение, орган. Где он будет, от кого он будет, что он будет делать? Я не знаю, но это орган, типа, допустим, при департаменте информации и связи. Но он будет подчиняться правительству, да? Он будет подчиняться абсолютно правительству. То есть если кто-то будет писать, что правительство действует неэффективно, он посмотрит, говорит, так, правительство – это мой шеф, он платит мне зарплату. Дай-ка я отключу этот сайф, а то моего шефа уволят, появится другой шеф, и он создаст другой орган, и я останусь без работы. Есть гражданское общество. Смотрите, когда сейчас… А гражданское общество нет, когда есть цензура. Нет, Максим, сейчас этого органа практически, я не знаю, он есть или нет, мы понятен не имеем, он есть или нет, потому что это в законодательстве не особо прописано. И сейчас мы не знаем, кому идти. Мы сейчас пишем «Казахтелекому», «Приорминись» того, что Life Journal был закрыт, да? «Президенту там намыл». Ну, это же неправильно. Мы должны четко пойти к органу и сказать «Мы хотим открыть». Это гражданское общество. Это странная логика Азамата. Он говорит, что надо создать орган по цензуре не потому, что цензура – это хорошо, а потому что цензура все равно сейчас осуществляется. Давайте узаконим это. Знаете, как? Давайте узаконим наркоторговлю, чтобы знать, кто продает, приходить к ним и говорить, зачем ты продаешь наркотики. Это логика очень странная. Это два разных примера. Почему? Это одинаковая логика. Я говорю, что цензура нужна в интернете. Зачем? Смотрите, когда бывает кризис, обычно биржи закрывают. Государство само закрывает биржи. Для чего? Чтобы не было паники. Для предотвращения паники государство должно что-то принимать. И интернет не подвластен никому. Нет ни одного, ни судьи, ни модератора, который мог бы что-то подвластен. В Твиттере нет модератора. Там никто тебя не удалит. Что страшного в том, что я прочитаю заведомо ложную информацию, если через несколько дней на нее может появиться опровержение. Как два дня знаешь, что может случиться, Максим? Что? За два дня могут, как в Киргизии что было, да, допустим, маленькие столкновения пошло. В Твиттере начали массово всех информационных источников писать. Что начали писать? То, что узбеки убивают киргизов. Там с другой стороны начали писать, что киргизы на машинах приезжают, уничтожают все деревни узбеков. Хотя это была абсолютно ложь. И люди пошли, восстали. За два дня было огромное что-то. Ты знаешь, восстают везде. Ну, то есть там вот бунтуют в Штатах, да, перед Белым домом. Знаешь, почему вот только в Африке и в Азии все это перерастает в свержение власти? Потому что власти не реагируют на это. Нет, не только. Потому что до этого, еще раз говорю, людей держали в информационном вакууме. И у них башка. Они разучились работать башкой. Им вот надо... Они чувствуют, что что-то в жизни не так происходит. Но им 10 лет не давали, ну, просто... То есть это за него нужно? Нет, стой. И поэтому они, не умеючи думать, у них нет вот этого калькулятора, да, про который ты говоришь. Конечно, для них две позиции. Либо я сижу, либо иду, бунтую. В Штатах каждый день в интернете всякая дезинформация появляется, клевета. И правда, люди там уже научились, приучились к тому, что есть правда, есть ложь. Они приучились оценивать информацию. И секундочку. Соответственно, у них нет такой реакции на события, что я что-то прочитал, что мне не нравится, сразу побежал на площадь. Люди, понимаете, умнеют. Люди, у людей есть в голове мозг. И они быстро учатся на своих ошибках. И в ситуации, когда нет цензуры, люди становятся умными. Для того, чтобы опровергнуть или искать правильную информацию, или ложную, мне нужно время. И государству в любом случае нужно время. Считать убитых, это не так легко, это на калькуляторе не посчитаешь. Там говорят, есть полицейские, и что там? В смысле, я не представляю, насколько это можно тут же 7 минутно отвечать. Проблема в закрытии Твиттера Жану Зене была. Да, ничего не произошло. Да, не было плохих комментариев. Но был риск паники. И эта паника могла создать межнациональную рознь. Эта паника могла создать, я не знаю, там, неадекватное восстание. Неадекватный бунт населения. Поэтому до официальной информации это вполне логично закрыть. Пока ничего не разъяснится. Мы люди умные. Если мы такие умные, почему мы Дом-2 смотрим уже, я не знаю, какой век? Это, мне кажется, показывает тот момент, что люди падки на всякие жалкие моменты. Это на насилие, на громкие, на свечащиеся заявления. Мы люди сенсации. То, что в Жану Зене убили 30 человек, это сенсация. Мы поверим, скорее всего, этой сенсации, чем мы поверим, давайте мы будем вдаваться в панику. Вот человек, который говорит, давайте мы будем вдаваться в панику, мы сейчас разъясняем все детали инцидента. Он ничего мне не сказал. И государство не может ничего сказать. Она не пророка, у нее нет никаких людей. Ей нужно проверить. Пока проверяется информация, нужно на 30 секунд задержать. Ну и на два дня. Ну, два дня проверялось. Нам нужно эти полномочия, нам нужно, чтобы все прописано было. Я считаю, что цензура, она вот в определенных моментах нужна. Чем ты будешь мотивировать свои действия? Что будет включать в себя цензура в интернете? Смотрите, основной момент, основная задача органа, это закрыть информацию. Потому что судебный разбирательство очень долго. Особенно разбирательство может идти полгода, может год, может два года. За это время то, что он написал, оно вот стоит, оно висит. Нужно 7 минут на отвечать. Там может быть клевета, на меня-то вот самого же самого. Там может быть информация, которая, опять же, разжигает межнациональную рознь. Там, я не знаю, неправильная информация, из-за которой народ пойдет на восстание. То есть, основная задача этого органа, это нужно предотвратить, чтобы эта информация пошла в массу. Потому что она негативная, она, я не знаю, это отравленная вода, которая отравит общество. Ну, вот сейчас пользователь Карина Моралес в ВКонтакте, она говорит, почему видео, которое было на Ютубе, ну, а жена Азеня, оно блокировалось? Потому что это правда была. Это же видео! Это же видео! Нет, вот это вот видео, не видео. Вот мы прекрасно знаем, как можно видео, во-первых, а, монтажировать. Это факт! Нет, ты думаешь, там, в смысле, мы не знаем, это контекст. Любое видео можно... Для монтажа нужно столько же времени, сколько для твоего судебного процесса, поменьше чуть-чуть. Блин, монтаж, отрезал половину кадра и все, смотрите. А замахает. Я не знаю, там, допустим, кто-то закидывал, вот, митингующий, закидывает камнями. Окей, давай по-другому. Давай так, закидывает камнями полицейских. Это время не снимается камера. В один момент полиция из кинул, понятно, их там, я не знаю, травму получает. Я не знаю, как это происходит. Ну, закидывает камнями. Сдачу пошел, давай. Ну, начинает отбирать у них, я не знаю, там, палки, копья, вилы, или с чем-то там они кидались. Бог с ним, да, они пошли отбирать. В этот момент включается камера. И что же мы видим? Мы видим тот момент, вырванный из контекста. То, что милиционеры идут и нападают на... Окей, а замахает. Это тоже вот очередной придуманный случай, в твоем придуманном мире. Ну, реальное видео из Жана Узеня, там было все весьма адекватное. И глядя на это видео, как я уже говорил... Окей, но мы договорились не сворачивать все до уровня Жана Узеня. Нет, так я же наоборот говорю, на том же видео, в принципе... Максим, Максим, кстати, вот, сейчас органа этого нет, там работает непрофессионал. Если будет этот орган, у них будет четкая инструкция по действиям. И, возможно, они как раз не закроют видео в Ютьюбе. Нужно понять, что сейчас работают дилетанты. Вот то, что сейчас делают, это дилетанты. С клювого ананимайзера можно зайти в твиттер. Это же, ну, это же, я не знаю, это... Не говори это, ты не думаешь. Нельзя было делать. Информация становится бомбой только тогда, когда я как человек не способен нормально воспринимать информацию. А не способен я воспринимать нормальную информацию тогда, когда меня долгое время держит за идиота, и никто эту мне информацию не дает. И тогда я как голодная собака кидаюсь на самую отвратительную кость и начинаю ее голодать. Вот в чем дело, господин Азамат. Понимаете, у меня как у человека есть право выразить свое мнение. Если что-то... Неужели вы считаете, если я прочитаю, что якобы какой-то казах якобы бьет какого-то русского, я пойду и начну сразу со всеми драться. Да я ни за что не выйду на улицу и не стану бастовать, если у меня все нормально в жизни. Если я себя чувствую в порядке, если у меня есть работа, если мои дети учатся в школе, если у меня ситуация нормальная во дворе, милиция более или менее адекватна, я никогда не пойду бастовать. Я пойду бастовать, если только испытываю те же проблемы, что и бастующие люди. Вот и все. Понимаете? И если кто-то пытается меня убедить... И вот проблема возникает тогда, когда у меня есть какие-то проблемы, извините за тавтологию. И кто-то пытается меня убедить в том, что все мои проблемы в Сабине, которая работает в Акимате. И тогда я иду, не знаю ничего. А Сабина говорит, я отказываюсь от комментариев. Я отказываюсь от комментариев. Конечно, я приду и кину камень Сабину, потому что она отказывается от комментариев. Ребята, это другое вообще мир. Это другие условия. Сабина, как человек от власти, ответственная перед народом, а ведь власть должна отвечать перед народом, она должна объяснить, Максим, тебя пытаются обмануть. И давать опровергающую информацию в том, что эта информация выйдет на два дня позже. Почему-то Азамат всех за идиотов считает. Он говорит, я-то понимаю, друзья, то, что чтобы посчитать убитых, нужно несколько дней. Но вот эти хомяки, которые в интернете сидят, они же глупые такие, они не поверят. На самом деле нет. Да нет. Да нет. Если государство выйдет и скажет, ребята, мы должны, мы не хотим, вот если прям таки напишут, прям таки напишут, для того, чтобы посчитать, сейчас есть раненые, сейчас есть какие-то жертвы, сейчас есть убитые, для того, чтобы посчитать, нужно несколько дней. Подождите, подождите, пожалуйста, мы вам выводим. Ну ладно, мы сядем, пойдем ждать. Почему-то, когда... Это же, аутриор, да, всегда человек настроен, вот где-то вот, говорит, что его обманывают не все остальные, а именно государство. И он, допустим, вот я знаю Сабину, да, я ей доверяю тому, что она пишет в Твиттере. И тут она где-то услышала, да, где-то посмотрела по телевизору, и тут пишет, Жан-Аузеню убито столько-то, столько-то людей. И я верю ей... Маконя, ты не права, смотри. Человек говорит, что его в основном обманут государство, потому что кроме государства, ему стиль, ну, мы же поколение телевизоров, никто не говорит, он привык, что с ним разговаривает только государство. Он привык к вот этому состоянию цензуры, когда все каналы работают на государство, когда на всех каналах только уполномоченные властные органы. Вот после этого инцидента в Жан-Аузене, люди уже, многие люди интернет-сообщества поняли, то, что их обманывают люди, которые провоцируют эти беспорядки. Когда люди у себя в контактах, я в статусах прям читал в контакте, то, что перестаньте нас обман, перестаньте лжеинформацию, то есть целые блоги на YouVision были темы, открывали, вот примеры дезинформации. После этого люди, вот была же возможность на YouVision это выкладывать, правильно, вот это. Я прочитал, я понимаю, ага, значит, меня, вот эта штука может быть провокацией, когда меня пытаются столкнуть с моим правительством, когда кто-то в своих интересах пытается меня столкнуть с своей властью. И, соответственно, да, и я, да какая паника, какая паника? Ты правда считаешь, что ты можешь, прочитав какую-то строчку, тебя так, секундочку, заверешь, что ты пойдешь кидать себя грудью на арматуру и жертвовать свою жизнь? Ты говоришь о том, что кидать арматуру, просто как было, вот, допустим, о жене Зене, вот реально как было. 16 декабря заблокировали Twitter. До этого мы узнаем, что в жене Зене происходят какие-то, ну, вот, непонятные вещи, стреляют, убитые. Я думала, что правительство, то есть милиция стреляла в митингующих. Я была против, понимаете, государство в этот момент, думаю, как так, государство должно защищать, как оно не должно стрелять. И в итоге оказывается, что виноваты, это совсем другие. Точно. Через два дня я это узнаю. Точно, и это вот только один раз, но в следующий раз, как только ты прочтешь то же самое, ты уже не будешь сразу думать, что государство виноват, правильно? А может, государство виноват в следующий раз. А ты на один не приходишь. Да, но ты, то есть, будешь понимать, что торопиться не стоит. Вопрос в другом. Вопрос в моей реакции, как зрителя. Если я привык, что при любом происшествии появляется несколько версий информации, то я не доверяю ни одной из них, пока не дождусь, ну, пока меня кто-то не убедит. Если я привык, что по телевизору всегда говорят только правду, по интернету всегда говорят только правду, да, то есть все подвергают цензуре, и вот в этом общем клатере информационном появляется информация, что полиция стреляет в людей, конечно, я поверю, потому что я тупой хомяк. Все те риски, о которых говорит Азамат, о том, что люди будут выбегать, бастовать, они постигают те государства в реальности, которые делают цензуру, которые запрещают свободу слова, которые не дают своим людям выбирать и думать. В государствах же, где открытая информация, там люди намного уважительнее относятся к своему государству, и они дают ему шанс. Я хочу, чтобы государство и люди давали друг другу шанс. Вот суть моей позиции. При цензуре это невозможно. Цензура, она необходима в определенных вещах, чтобы не построилась паника, чтобы не выполнялась недостоверная информация, особенно в таких инцидентах, как Жанновазин, особенно в таких инцидентах, как была резня в Оши между Узбеками, междунациональной Розой. В таких инцидентах просто необходимо резко не допускать дальнейшей паники. И именно этот орган сможет это сделать. Но просто пока этого органа нет, цензура беспорядочна. Она может закрыть New Vision, может закрыть Live Journal, может закрыть Twitter, может закрыть что-то еще, что-то другое. И мы не знаем, к кому обращаться. Вот все люди были недовольны, что закрыли Live Journal. Но если это будет орган, мы можем прийти к нему и сказать, давайте откройте его. Все вместе. Я думаю, мы определенно количество людей соберемся. Поэтому я думаю, цензура необходима. И эта цензура должна быть подконтрольна, она должна быть организована, профессионально. И нужно, чтобы мы могли ее контролировать. Мы, народ, могли контролировать данную цензуру и с ней как-то хотя бы ввести обратную контактную связь. Предлагаю немного резюмировать нашу сегодняшнюю дискуссию. Итак, позиция Азамата была такова, что цензура в интернете необходима, но нужен орган, который будет следить, именно который будет производить ответственность за эту цензуру как раз таки в интернете. Позиция Максима такова, что цензура в интернете не нужна. Люди, они умные и они должны сами понимать и фильтровать информацию. То есть относиться с какой-то долей скептицизма к той же информации в Твиттере и соцсетях. И все-таки, я правильно понимаю, ждать какого-то подтверждения официальных властей. Цензура должна быть, мне кажется, потому что не то, что... Она должна быть и не должна быть. Она должна быть. И мне кажется, что должна быть, потому что должен кто-то нести ответственность за клевету, за экстремизм, за порнографию, за разжигание чего-то такого, что может привести к панике, мне даже. Окей, дорогие наши интернет-зрители. Сегодняшние электронные батлы подошли к концу. Мы вели свою прямую трансляцию на Киеве, в социальных сетях, в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте. В Твиттере я, Бабыня, нижнее подчеркивание, и Сабина Вэй. Официальный хэштег наших электронных батлов – Е-батл. Подключайтесь к следующим темам, и я думаю, обсуждение этой же темы можно продолжить далее в комментариях к нашей записи на U-Vision. Всем пока и до следующей... до следующего включения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok